Всем привет! С вами Таня и канал Поделки Самоделки. Хочу показать вам один забавный лайфхак для школы. Как сделать настольную игру Том и Джерри своими руками в виде линейки. На переменке с друзьями можно немного развлечься и поиграть. Ставь лайк и поехали! Берем картон нужного размера с разметкой любого цвета. Загибаем каждую из сторон. Получая квадраты по углам. Избавляемся от них с помощью ножниц или волшебства. Кто как умеет. Именно такая заготовка нужна для настольной игры из бумаги. Складываем сперва две длинные стороны вовнутрь. Затем поверх их приклеиваем две боковые. Клей можно использовать любой. Рисуем разметку для игровой линейки. Слева пишем старт, а справа финиш. То есть начало и конец игры. Кусочки белой бумаги размером 3х3 см рисуем рисунок Тома, кота. Если не умеешь, срисуй котика. Потом просто обведи черным линером контуры. А затем раскрась цветными карандашами или маркерами. Вырезаем. Декорируем финиш наградой баночкой колы. Будет приятно за победу получить подарочек. На тонкую полоску по центру приклеим Тома. С обратной стороны ту самую полоску изогнем с двух сторон. Как я. Сгибы полос должны соединяться в центре. А затем расходиться по сторонам. Один край у меня получился длинный. Обрежу. Так лучше и правильно. Посмотрите, у вас получилось как у меня. Вденем во внутрь линейки, в центральный промежуток, оба края, тонкой полоски с мордашкой кота Тома. Полоска свободно двигается, перемещается по всей длине игровой линейки. А вот и вторая, с мышкой Джерри. Ну что ж, скоро Новый год. А какой Новый год без волшебства или гадания. Давайте вместе сделаем оригами поделку, с помощью которой сможем погадать другу, подруге или родителям. Простая идея игрушки из бумаги тебе понравится и пригодится для любого праздника. Сначала квадрат сложим по двум сторонам пополам. Затем по двум диагоналям пополам. Раскроем и согнем две параллельные стороны к центру. С обратной стороны проделаем такие же действия. Деля наш квадратик на множество сгибов. Снова раскроем и на этот раз согнем каждый уголочек к центру. Отлично! Перевернем и с обратной стороны загнем также каждый уголок к центру. Бумажная заготовка новогодней игрушки-гадалки готова. Осталось ее только раскрасить и подобрать для праздника свои рисунки. Я выбрала вот эти. Все тренды уходящего года. На обратной стороне напишем цифры разноцветными маркерами. Вот они. А теперь самое важное. Предсказания, которые нужно будет прописать вот тут. Если в голову ничего не лезет, найди предсказания в интернете. Готово! Складываем как было и надеваем на пальчики бумажную игрушку-гадалку. Раз, два, три и начинаем. Я выберу уточку Лала Фан Фан. И цифру 8. Раскроем и посмотрим, что же мне бумажка предскажет. Будь осторожен и не ешь много сладкого. А то разнесет как Пушина. О, так не нужно. Буду осторожна. А чтобы ярче разыгралось воображение, сделай сам простые поделки из бумаги. Покажи друзьям бумажные приколы. Рисуй свои рисунки и наслаждайся поделкой. Первым делом подготовим основу для бумажной поделки следующих размеров. С помощью линейки сделаем сгибы в нужных местах. Нанесем клей на самую тонкую полоску. И склеим оба края вместе. Вот так. Подготовим еще две одинаковых детали с нужными размерами. Согнем каждую из них пополам. А также загнем в обратную сторону оба края. Получая немаловажные детальки для поделки из бумаги. Нанесем клей на края, до линии сгибов. С легкостью вклеим их вовнутрь основной детали. С двух сторон. Механизм для бумажного сюрприза готов. На белой бумаге шириной с поделку нарисуем любой рисунок. Я нарисую машину, в которой будут сидеть молодой Грю и его верные миньоны. Правда, в мультике он не ездил на машине. Но для моей поделки ему придется это сделать. Вместо номера я напишу название мультика. И сразу приступлю к раскрашиванию. Обратите внимание на то, что я нарисовала только двух сидящих персонажей в машине. Еще нужно будет нарисовать два любых на выбор. Красота! Вырежем все это дело, оставляя небольшой белый край. Класс! Перевернем на обратную сторону. И нанесем любой клей. Приклеим рисунок на основу поделки. А вот и мои дополнительные миньончики. Приклею их с двух боковых сторон, прямо на внутреннюю полоску. Простая поделка из бумаги готова. Покажи друзьям самодельные бумажные приколы. Им будет очень интересно. Давай вместе сделаем милую поделку из бумаги. Своими руками. Вертящаяся поделка будет классным лайфхаком для школы. Подготовим главную заготовку для бумажной поделки. Начертим на ней нужный чертеж. С размерами, которые ты видишь на экране. Канцелярским ножом или маленькими ножницами. Сделаем надрезы. С двух сторон. По вот этим линиям. Просто повтори за мной и все. В итоге у вас получится вот так. С помощью линейки или просто руками согнем сначала одну сторону до первой начерченной линии. Хорошенько прижимая пальчиками сгиб. Затем перевернем заготовку и согнем так же, как сделали это только что. Смотри, как забавно получилась будущая поделка из бумаги. Отложим ее пока в сторонку и возьмем листочек бумаги следующих размеров. Рисуем на нем любой рисунок, который ты захочешь. А пока я рисую, у тебя есть время подписаться на канал поделки-самоделки. Нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео. Оценить бумажную подделку с милыми рисунками. И подарить ему свой самый лучший лайк. Напиши в комментариях, какой рисунок для своего лайфхака для школы нарисовала ты. Уж очень интересно. Мой рисунок с милым котиком почти готов. Осталось его только раскрасить и все. Скоро ты увидишь, что у меня получилось. А так же нужно будет подготовить еще один рисунок. Ведь наша поделка двигается. Ну вот, на мой взгляд, получилось отлично. А вот и второй рисунок. Это Том. Пусть их отличные отношения будут вместе навсегда. Вклеим каждую картинку на центральную вертящуюся часть. Смотри, как это сделать правильно. Первый рисунок приклеим обычным способом. Нанося любой клей. Затем перевернем, как я. И вклеим второй рисунок. Так же обычно. Предварительно нанеся клей. Теперь твоя подделка из бумаги будет вертеться правильно. Не знаешь, во что поиграть? Тогда сделай сам настольную бумажную игру своими руками. Соник против Марио. Кому достанется Эми, сейчас посмотрим. Сыграем вместе в интересную настольную игру из бумаги. Просто кидай кубик и передвигай своих персонажей все выше и выше. Кто первый придет до золотого кубка, тот и выиграл. В игру можно гулять как одному, так и всей семьей. Или вместе с друзьями. Таких игровых линеек можно сделать сколько хочешь. Все зависит от того, сколько друзей ты хочешь к себе пригласить. И вообще, настольная игра развеселит тебя на переменке в школе. И много места в рюкзаке не займет. Так что ставь лайк и смотри, как сделать настольную игру из бумаги. Для подделки возьмем небольшой квадрат белой бумаги. На нем карандашом нарисуем Соника. Теперь черным линером или маркером обведем контуры. Таким образом наш рисунок будет четким. После раскрасим рисунок цветными маркерами или цветными карандашами. Вот как получилось у меня. От нижнего края, справа и левой сторон отмеряем вверх по 2 см. И делаем пометки. Соединим пометки отрезком, только там где нет рисунка. Вырежем нашего синего ежика. Если честно, то я бы не сказала, что это еж. Смотрела фильм, понравился. Очень интересный. Но что это ежик, но никак не могла представить. Возможно, это инопланетный еж. Не такой, как у нас в настоящей жизни. Вырезаем еще одну деталь. Следующих размеров. По одной стороне делаем пометки шагом в 1 см. Но сначала отступаем от нижнего края 2 см. И только потом делаем пометки. И не до самого конца. Останавливаемся на 21 шаге. Увидите потом, для чего все это. Выделим маркером все деления и подпишем числа. Прикладываем Соника в начало. И дорисовываем ему ноги с ботинками. Еще нарисуем старт в виде флажка. С черно-белыми квадратиками. В самом верху будет финиш. И победный золотой кубок. Раскрасим все это дело. Еще раз прикладываем Соника. И загибаем крылышки справа и слева. Обхватывая линейку из бумаги. Поднимаем его в самый верх. До кубка. И дорисуем ноги. В белом промежутке. Ох и длинные они получаются. Просто смех. Первая настольная бумажная игра готова. Добавим ему достойного соперника. Марио. И красавицу Эми. Красота. И отличная идея на день рождения. Волшебная открытка, которую можно сделать своими руками. Из бумаги. Я ее назвала открытка с шевелящими глазками. А вот еще одна. Тоже классная и двойная. Так можно отображать свои чувства кому-либо. Или показывать свое настроение, которое может меняться. Шевели глазами на своей бумажной поделке. И удивляй друзей завораживающей открыткой. Нарисуй свои глазки. И сделай волшебную открытку с фокусом. Вместе со мной. Ну а прежде, если тебе не трудно, порадуй видео своим лайком. И подпиской на канал, если ты еще не подписан. Заранее тебе благодарна. А сейчас смотри внимательно и просто повторяй за мной. Для открытки первым делом возьмем обычный лист белой бумаги. Складываем его пополам. Берем гелевую ручку или черные специальные линеры. Нарисуем одного из персонажей известного мультика. Надеюсь, все ее узнали. Если да, напиши, как ее зовут. Рисовать, как у меня, не сильно получается? Тогда просто срисуй рисунок с интернета. Сразу раскрасим черные детали, чтобы не возвращаться к этой теме. Какие красивые, выразительные и большие глазки получились. Подрисуем волосы, ушки, шею и, конечно же, про кулон не забудем. Руки с интересными перчатками, как у Таноса. Вроде и нарисовала все, что хотела. Ах, да, волосы дорисовать нужно. Теперь-то точно все. Осталось всю красавицу раскрасить цветными маркерами. Ну а пока я раскрашиваю, у тебя есть время поставить лайк. Подписаться на канал Поделки Самоделки, если, конечно, ты еще не подписан. Нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Пригласить друзей и подружек на канал. Пусть и они будут с нами вместе. Ну и дальше смотреть, как я делаю волшебную открытку. На день рождения, своими руками. Раскрашиваем все, кроме глаз. Вот что у меня получилось. Канцелярским ножом или маленькими ножницами аккуратно вырежем оба глаза. Оставляя черный контур. И, конечно, при вырезании не забудем раскрыть открытку. Зомби-девочка получилась. Но не переживай, открытка будет красивая. Раскроем еще раз и вложим вовнутрь пустой белый лист. Размером с половину листа А4. То есть А5. Закроем открытку так, чтобы лист, который мы только что вложили, торчал сверху где-то на 1 см. В пустых глазах рисуем все, что хотите. И я, конечно же, первым делом нарисую ее настоящие глазки. Как и должно быть. Подниму вверх внутренний лист, опустошая глаза. И на этот раз нарисую спиральки. Еще подниму лист вверх. Нарисую сердечки. И так продолжу рисовать разные глаза, пока лист не закончится. При этом не забывай раскрашивать все нарисованное. Я очень буду рада, если волшебная открытка с фокусом, сделанная своими руками из бумаги, тебе понравится. Спешу поделиться с вами классной идеей. Как сделать айфон из бумаги. Это отличный лайфхак для школы. Подвижная бумажная игрушка своими руками. Ставь лайк и помчали. Первым делом подготовим плотный лист бумаги размером 11,5 на 12 сантиметров. С левой стороны сделаем отступ в 5,5 сантиметров в правую сторону. С нижней стороны вверх поставим отметки на 3,2 сантиметра. Канцелярским ножом сделаем надрез в отмеченном месте. Из розовой бумаги подготовим тонкую полоску размером 1 на 14 сантиметров. Прямо на ней поставим отметки на 6,7 и 8 сантиметров. По ним сделаем сгибы. Сначала полоску согнем пополам, а уже после согнем оба края в противоположную сторону. Получая из полоски вот такую деталь. Проденем торчащую часть на полоски через проделанный надрез на белой бумаге. Раздвигая длинные концы с обратной стороны. Все хорошенечко подправим вот так. Обрежем кусочек полоски, которая выходит за пределы поделки. Зафиксируем клеем обе полосочки, приклеивая их к белой основе. С одной стороны и со второй. Отлично! Перейдем ко второй заготовке. Вырежем из черного картона или плотной бумаги нужную деталь для самодельного айфона. Прямоугольные края обрежем. Сначала согнем верхний и нижний бортики. Вовнутрь вкладываем первую подготовленную деталь торчащим кончиком снизу. Придерживая черные бортики, наклеим прямо на них боковую черную часть. Но для начала ее согнем. С обратной стороны проделаем такие же действия. Белая деталь осталась внутри бумажной игрушки. А чтобы превратить ее в айфон, подготовим последнюю деталь, самую главную. Ведь только с ней наша поделка из бумаги будет напоминать айфон, который мы сделали в домашних условиях своими руками. Приклеим ее на свое место. Декорируем кнопкой «Домой», имитирующую настоящий телефон. Дергая за рычажок, мы с легкостью передвигаем белую деталь, которая расположена внутри. На белом листе бумаги размером 5 на 9 сантиметров рисуем любой рисунок. Рисуй все, что тебе хочется нарисовать. У меня будет влюбленный мальчишка с сердечками вместо глаз. Еще, конечно, я добавлю на свой бумажный телефон время, заряд батареи, вай-фай и блокировку. Все это дело раскрашу. Первый рисунок для поделки из бумаги готов. Рисуем еще один. На этот раз я нарисую девочку, на которую влюбленными глазами будет смотреть страдающий мальчишка. Снизу нарисую стрелочку и думаю все. Девочка получилась испуганная. Она не могла знать, что в нее влюблен мальчик. Ведь ей, возможно, нравится другой. Такая себе драма получилась. Кстати, данная ситуация бывает на самом деле и часто. Вот какие у меня получились рисунки. Вклеим их на белый фон поделки. Буду рада твоему лайку и подписке на канал поделки-самоделки. Есть подружка, которая любит шопкинс? Тогда смотри, как сделать мини-шопкинс своими руками. Точнее, открытка шопкинс из бумаги, которую можно подарить любимой подруге на день рождения. Или просто так. Яркая, красивая и необыкновенная. Заслуживающая твоего лайка. Смотри, как ее сделать дальше. Для открытки нужна обычная цветная бумага двух цветов. Нарежем ее, чередуя цвета по размерам, которые видите на экране. Сложим каждую бумажную заготовку пополам. И сразу же приступим к сборке оригинальной открытки шопкинс. Склеим все заготовки, начиная с самой большой и заканчивая самой маленькой. Приклеиваем каждую деталь по очереди, одна за одной. Наклеивая только одну половину, как я. Если что-то непонятно, жми на паузу и пересмотри еще раз. Основа под открытку шопкинс из бумаги готова. Складываем ее в книжечку. Компактно и классно. Идея просто бомба. Декорируем лицевую часть открытки шопкинс, а также и внутреннюю. Декор твоей бумажной поделки может отличаться от моего. Нарисуй свои рисунки из любой серии шопкинс. Оформи открытку особыми рисунками. Линиями или чем угодно. На свое усмотрение. Вот какие рисунки подготовила я. Самый большой я вклею вот сюда. Да, кстати, если вы заметили, рисунок у меня немного меньше, чем размер квадрата, в который я его вклеиваю. Раскрою всю открытку и еще приклею самодельные рисунки в разные места. Заполню все пустые квадратики, рисуя и подписывая открытку шопкинс. Дари радость своим подружкам и будь особенной творческой личностью. Всем просто чудесного солнечного настроения. С вами была Таня. До следующего видео. Пока-пока.